ТЕРИТОРИЯ МАШИН Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о пылесосе в машине и молчаливых электромобилях. Рынок США не только самый емкий в мире, но и самый своеобразный. Нигде в мире не продается такое количество, например, пикапов или минивэнов. Да и покупатели в Америке народ тоже непростой. Соответственно, подход к ним должен быть особенным. Вот есть у вас большая семья с кучей детей. И есть минивэн. Понятное дело, что после длительного путешествия в салоне будет, прямо скажем, не очень чисто. Остатки чипсов, бумажки, огрызки. Всякое может быть, ведь дети — это дети. Приехали вы домой, высадили детский сад и оценили масштаб трагедии. Надо пылесосить. Но проблема в том, что ближайшая мойка далеко и стоит весьма дорого. Хонда предложила весьма элегантный выход из этой ситуации. Японцы предложили американским покупателям встроенный пылесос. Вот так просто подошел, открыл багажник и пылесось сколько влезет. Но это еще не самое интересное. Другой японский производитель рассудил, что те, кто сидит на третьем ряду, не слышат тех, кто едет на первом и наоборот. Но проблем. В салоне установили дополнительные микрофоны, которые через аудиосистему распространяют речь по всему салону. Получается эдакая конференция между всеми пассажирами. Но самую оригинальную опцию предложил Ford на своей модели Flex. Покупатель за жалкие 800 долларов может заказать кулер для воды. Нет, к холодильникам мы вроде как привыкли. Но кулер? Думается, что в погоне за потребителем следующим шагом станет микроволновка или, ну, например, барбекю. А что, семейные ценности — это святое. Продолжим про США. Национальная администрация по безопасности на дорогах озаботилась электромобилями. Нет, они не горят и не бьются током. Проблема в том, что они очень тихие. Пешеходы зачастую просто не слышат приближающийся автомобиль и не могут вовремя оценить опасность. В ведомстве предлагают оснащать электромобили генераторами шума. На низких скоростях они будут что-то жужжать или бубнить. А на высоких скоростях достаточно будет шума ветра и шин. Но некоторые все равно продолжат жужжать. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...